ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Треть аварий на дорогах Кировской области – это наезд автомобиля на пешехода. В первой половине 2020-го в таких ДТП погибли полтора десятка человек. Почти 180 получили травмы, информирует управление ГИБДД. Причем большинство смертельных наездов произошли днем, когда пешеходы находились на проезжей части не по правилам. ТРАССА 101 В московской мэрии снова выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. Сделал это в очередной раз заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он предлагает опустить планку до 10 км в час только в городах, уверяя, что смертность в ДТП при этом сократится примерно на треть. Чиновник заявил, что иначе наша страна не добьется нулевой смертности на дорогах, о чем ранее говорил президент. ТРАССА 101 Те же власти Москвы высказались против бело-желтой разметки на пешеходных переходах, которые внедрили по всей стране относительно недавно. Претензии следующие. Бело-желтые полосы портят вид улиц. К тому же в случае дождя они превращаются в каток скользко, в первую очередь пешеходам и мотоциклистам. Глядишь на разметку, скоро снова будут вводить новый ГОСС. ТРАССА 101 Компания Автору составила список наиболее популярных поддержанных легковушек по итогам первого полугодия 2020-го. В ценовом сегменте до 300 тысяч рублей победу досталось в Азовской 14-й, до 500 тысяч рублей Форд Фокус. Киа Рио признан самым востребованным в ценовой категории от 500 до 800 тысяч. Тойота Камри до полутора миллионов. Тойота Лэнд Крузер чаще всего выбирают в сегменте до трех и свыше трех миллионов рублей. ТРАССА 101 Вы не по своей вине попали в автоаварию и хотите получить от страховой компании не натуральное возмещение, то есть направление на ремонт, а деньги. Как это сделать, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае страховая компания выплачивает вам определенную сумму, которая рассчитана по единой методике. Единая методика в данном случае подразумевает стоимость использования запчастей по стоимости из сайта РСА, Российского союза автостраховщиков. И, как правило, этой суммы не хватает на устранение тех повреждений, которые были при ДТП. В данном случае со страховой компанией вы вряд ли что-то сможете взыскать. Вы можете эту сумму взыскать с виновника, непосредственно разницу между реальным ущербом и той суммой, которая оплатила вам страховая. За разъяснениями можете обратиться к нам в Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловский, 52. Телефон 64-5004. Также есть данные все на сайте kiroots.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. Трасса 101. Продолжение следует...